Сегодня у нас с вами на повестке дня очень много всего. Здесь и новые релизы косметики, и какие-то мои давние хотелки, и вещи, которые я покупаю уже не первый раз, и также частичная одежда. Поэтому давайте приступать, чтобы не затягивать это видео. И начну, наверное, с одежды, потому что это самое большое, что сейчас лежит у меня здесь вот на коленях. И мне это нужно вам показать для того, чтобы потом уже переложить и не потеть просто от этой куртки. И она у меня, естественно, не влазит вообще в кадр, поэтому я не знаю, для чего я вообще ее взяла здесь на колени. Но я вам обязательно покажу, как эта куртка выглядит на мне, то есть с примеркой. Что хочу сказать, это куртка с китайского сайта, и когда я ее заказывала на фото, я была уверена, что это зимняя куртка. И я думала, что я буду носить ее зимой, потому что там картинки настолько впечатляющие, что она и не горит, и в воде не тонет, и, в общем-то, абсолютно ничего ей не страшно. Она непродуваемая, она в целом очень классная, качественная. И фотографии действительно сделаны очень даже неплохо. То есть я рассчитывала, что эта куртка будет в стиле, там, я не знаю, North Face или что-нибудь такого. И когда она ко мне пришла, первое мое огромное разочарование заключалось в том, что она не теплая, то есть эта куртка не рассчитана на зиму. То есть эта куртка скорее на раннюю весну, позднюю осень, вот какую-то такую температуру в районе плюс, может быть, там, 10, плюс, ну, минимум плюс 5. И что касается качества этой куртки, то оно неплохое. Я не могу сказать, что это прям ужасная какая-то куртка, что это ужасное китайское барахло. Нет, эта куртка очень даже неплохая, то есть она сшита очень хорошо, здесь вот как бы ничего там, нитки не торчат, ничего не разваливается. Достаточно интересный дизайн, она как бы не начинает там разлагаться, как только берешь ее в руки. То есть качество этой куртки вполне даже неплохое, но то, что она не теплая, так это однозначно. Единственная оговорка, которая у меня здесь будет на сайте, она оригинальная цена, ее 100 долларов. И я бы сказала, что 100 долларов она не стоит. Она всегда на распродажах, то есть я ее минимальную цену видела, по-моему, в районе 40 долларов. И как за 40 долларов, то мне кажется, это достаточно неплохая покупка. Сейчас она продается, я смотрела, за 50 долларов. За 50 долларов, ну так, я бы сказала, не знаю, стоит, не стоит покупать. Но вот за 40 долларов я бы вам ее вот с чистым сердцем могла бы рекомендовать, потому что действительно из китайских вещей это неплохая вещь. То есть я ее вполне буду носить. Она не вызывает у меня какого-то такого брезгливого отношения к ней. Нормальная курточка, но единственное, не за свою полную стоимость. Это единственное, что бы я вам сказала. И второе, что я вам, кстати, бы посоветовала, я взяла размер L. И зачастую китайский размер L, он вполне нормально на меня садится. Если бы я покупала курточку в наших магазинах, это бы скорее всего была M. А так как китайцы обычно маломерят, то я взяла L. Но эта куртка на меня немножко велика. Даже вот учитывая то, что я буду носить ее на свитер, на какую-то плотную одежду, она все равно на мне висит. То есть видно, вот как бы она на меня большая. В районе талии у нее есть такие как бы веревочки, которые можно затянуть и сделать эту куртку немножко более приталенной. И вот когда я это делаю, она на мне начинает сидеть немножко лучше. Но в целом, если бы я взяла размер M, то мне кажется, она бы на меня вообще идеально села. То есть идеально бы именно смотрелась, вот так как оно должно быть. Поэтому если вы будете заказывать, то я вам рекомендую все-таки, наверное, не брать на размер больше, а взять ваш настоящий размер. Потому что, как ни удивительно, но эта куртка идет вот как-то вот действительно размером в размер, скорее всего. Теперь давайте поговорим с вами о новых релизах косметики. И сегодня я вам расскажу о Rimmel. У них вышла вообще новая такая вот линейка, которая называется «Жизнь в стиле Лондона». И мне идея в целом этой компании очень понравилась, потому что она заключается в том, что сейчас понятие красоты неопределимо. То есть нельзя сказать, что вот конкретно вот это красиво, вот это некрасиво. И красота современного мира заключается в самовыражении. То, что вы чувствуете, то вот как вы хотите себя представить этому миру, то и есть красиво. Кому-то нравятся нюдовые губы, кому-то нравится акцент на глаза и губы, кому-то нравится просто там нюд, макияж, только лицо. То есть независимо от того, как вы предпочитаете выглядеть, это и есть ваше личное понятие красоты. Мне эта идея очень понравилась. У них сейчас эту рекламную кампанию поддерживает «Кара де лавин», то есть на всех промо-фото, на всех рекламах, везде она присутствует. И вот под этой гидой выпущено было несколько продуктов. Конкретно у меня сейчас это палетка теней и тушь. И давайте рассмотрим каждый продукт в отдельности. Палетка теней выглядит вот так вот. И здесь представлены в основном нюдовые оттенки, за исключением, наверное, одного единственного, который вот такой вот больше, как оттенок ржавчины, наверное, красновато-бордовый оттенок. А так, в основном, когда вы смотрите на эту палетку, то вы видите нюдовую гамму, абсолютно не кричащую. Что касается качества этих теней, то, конечно, к сожалению, до люкса или до профа они не дотягивают. Вы наверняка меня знаете, знаете, как я критично отношусь к теням. Для меня тени – это один из самых любимых косметических продуктов, и я люблю, чтобы они были, ну вот, просто идеальными. На данный момент мои самые любимые палетки – это Анастасия Берли Хиллс и также Лорак палетки мне очень нравятся. И когда я пересела с того качества и начала пользоваться этой палеткой, то, конечно, я значительно разницу почувствовала. Здесь есть несколько оттенков, которые очень неплохого качества. Вот четыре оттенка, которые мне нравятся по качеству, это будут вот эти два и вот эти вот два, которые находятся здесь. Остальные очень такие, скажем так, посредственного качества. Я не заметила, чтобы они давали какую-то сильную пигментацию или в целом с ними было просто работать. Если делать свочи пальцами, то вот эти четыре оттенка очень хорошо передают свою пигментацию. И, в принципе, похожая ситуация, если вы наносите кистью. Что касается остальных четырех оттенков, то они такие, знаете, 50-50. И, кстати, в Америке вот эти палетки Magnifies, они в три раза больше. Не знаю почему, но как бы у нас они вот такие вот компактные. В Америке я видела, блогеры делали обзор на такие достаточно большие палетки, там большие ячейки, там больше тоже оттенков представлено. А вот эта палетка, ну, я не могу сказать, что она завоевала мое сердце. То есть, возможно, какими-то отдельными оттенками я бы пользовалась. Но в целом я как-то не сильно впечатлилась этой палеткой. И что касается этой туши, то, к сожалению, она мне просто не подошла по размеру своей щетки. Потому что щетка, опять-таки, просто огромная. У меня слишком маленькие глаза для того, чтобы я могла такой щеткой здоровенной пользоваться. То есть, если вам нравится, когда щеточка вот просто огроменная, тогда, возможно, вам понравится эта тушь. Мне было некомфортно, то есть, я заляпала себе все веко. И ресницы, она мне прокрасила настолько натурально, вот именно такой натюрель, что я просто посчитала, что это как бы совершенно не то, что я ищу. Я очень люблю компанию Rimmel за их карандаши для глаз, за их помады. Вот это у них получается действительно очень круто. И это те продукты, на которые стоит обратить внимание, когда заходишь в магазин. Но вот конкретно вот эта палетка теней и тушь, для меня лично это было мимо. Мне их тушь вот эта вот, которая называется Extra Long Lash, нравится гораздо больше, потому что у нее, во-первых, маленькая щеточка, такая как елочка, силиконовая, прокрашивает отлично, вытягивает ресницы. Вот сегодня я тоже красилась этой тушью. Вот эта тушь мне очень понравилась. Вот те, которые вот в таких вот более толстых упаковках, они зачастую идут с очень большими щеточками. Я не знаю почему, я не знаю как бы истории, почему они так выпускают их, но вот это для меня провал, потому что я просто не могу и пользоваться из-за того, что у меня такие маленькие, коротенькие реснички. Так, поехали дальше. Купила я очередной консилер LA Girl Pro Conceal, это оттенок, который у меня закончился, Classic Ivory. Я вам уже не раз рассказывала об этих консилерах, они мне очень нравятся, они совершенно недорогие. И конкретно этот оттенок я взяла, потому что я за ним начала скучать. Он имеет легкий такой вот как лососевый розоватый подтон, и именно из-за своего тона он отлично подходит в зону под глаза. Он эту зону освежает, делает немножко ярче, перекрывает какие-то темные участки. Вот именно для этих целей я взяла оттенок Classic Ivory. Если вы ищете такой вот телесный цвет, то скорее берите оттенок Natural, потому что он именно такой вот классический банальный цвет тональной основы, скажем так. А Classic Ivory это именно консилер под глаза. Перекрывает он неплохо, то есть я не могу сказать, что это прям полное покрытие, но это покрытие выше среднего, и за свою цену, мне кажется, это просто вообще идеальный консилер. Еще тоже взяла я на пробу вот такую вот кисточку, это кисточка от компании Morphe M310. Просто все американские блогеры поголовно эту кисточку хвалят для хайлайтера, потому что, по их словам, это самая удобная кисточка для нанесения хайлайтера. Что хочу вам сказать, если у вас эта кисточка есть, то, конечно, ей удобно пользоваться, она вполне выполняет свою работу, очень классно она действительно ложится наверх скулы, куда-то в какие-то зоны, где мы зачастую наносим хайлайтер, то есть действительно она себя оправдывает. Но вот так вот, чтобы за ней прям гоняться, да, что это must have, и хайлайтер больше ничем нанести нельзя, то нет. Чем она для меня выделяется по отношению к другим кистям, которые более там классические, да, вот такие вот прямые, скажем так, они веерные, это тем, что вот этой кистью можно очень деликатно нанести даже металлические хайлайтеры, которые очень такие броские. Если вы обычной кистью будете набирать такой металлический хайлайтер, то у вас получится очень сильный металлический блик на щеках, и если у вас есть проблемы с текстурой кожи, особенно в этих участках, куда наносится хайлайтер, то металлический хайлайтер сделает еще хуже ситуацию, но если вы наносите хайлайтер вот такой вот кистью, то даже металлический хайлайтер он наносит очень деликатно, и получается вот такое вот естественное свечение. В общем-то кисть мне понравилась, я ее пользуюсь ежедневно теперь, поэтому если вы планировали заказывать что-то у Morphe, то можете докинуть в корзину еще вот эту кисть, она стоит недорого, но 100% у вас среди кистей не потеряется, то есть вы будете ей пользоваться. Ну вот и все, на этом я буду заканчивать это видео, надеюсь мои советы вам пригодятся, если вы планируете какой-то шопинг в будущем, подпишитесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны, а если вы уже подписаны, пожалуйста нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписки, таким образом YouTube обязательно вас оповестит о выходе моего нового видео, так как на данный момент они могут не оповестить вас, даже если вы подписаны, у вас в подписках может мое видео не отображаться, поэтому надеюсь, что мы с вами не потеряемся, и увидимся тогда в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok